Убийцы! 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 Позор! Горилов! Позор! Позор! Позор тебе, скотина! Нам не нужна свалка! Нам отступать некуда! Я хочу, чтобы эту свалку закрыли! Закрыть! 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 Позор! Позор Воробьеву! На свалку, Воробьев! Губернатор выступал перед народом. Воробьев, да. И выступал губернатор. Его там чуть не порвал народ. Ну, порвал, не порвал. Мэра вроде как помяли. Ну, вроде и человек-то неплохой, Воробьев этот человек-то. Ну, вот вышла девочка, показала ему. Народ на данный момент начинается, то есть реально появляется народовластие. Почему? Потому что народ реально начинает управлять информацией. Конечно. Просто любой человек снимает ролик, просто кидает его в YouTube, и народ просто ставит там тысячи лайков, миллионы комментов. Правильно. И этот чиновник улетает со своей службы. Все верно. По факту, на данный момент, так как пирамида вот эта была перевернута, и сейчас информация, она общедоступна, и любой человек может выложить ее в открытый доступ. По факту, сейчас совсем другая ситуация. Кстати, поэтому Путин и говорил в обращении, что обязательно должен быть интернет в поселках больше 250 человек. Вот эта задача там поставлена. Связь наладить так, чтобы любой человек мгновенно, чем хорош интернет, передал информацию о каких-то либо нарушениях, либо еще чего-то. Ну, сейчас мы говорим о нарушениях все-таки больше. Да, сейчас это видео снимается, прямо на телефон можно снять, все выложить. Да, и выложить, конечно. Хоть куда, хоть в соцсеть, хоть в YouTube. Власть чиновничьей, она заканчивается, но многие чиновники еще не понимают. Да, злоупотребление властью закончилось. Надо вот такие заявления делать, видеообращения, выкладывать их в YouTube, в соцсети.